Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Виталий. Пришла очередная посылка с Алиэкспресс. Это гибкий вал на швуруповерт или на дрель для того, чтобы закручивать или откручивать саморезы в труднодоступных местах. Ссылка на этот гибкий вал я оставил в описании под видео. Давайте перейдем к распаковке, чтобы не задерживать ваше время. Посмотрим, как он выглядит, что из себя представляет и испытаем его в работе. Упаковка пустая, пупырчатая, как всегда, упаковка. Вот он, этот гибкий вал. Вот так он выглядит. Видите, он гнется в любую сторону абсолютно. Так, вот эта часть, это вставляется в шуруповерт и сюда вставляется бита либо переходник какой-нибудь. Я даже сейчас приготовил биту. Так, там магнит, отлично, она на магните, хорошо. На магните. Люфт небольшой, совсем хорошо держится. Так, это бита. И вот ее переходник, допустим, для кровельных саморезов. Тоже хорошо. Небольшой люфтик. Это не повлияет на работу абсолютно. Главное, чтобы он нормально откручивал или закручивал саморезы. Принцип работы таков, что внутри находится трос, который передает передачу от шуруповерта на саморез. Вот эта часть, этот пластик, он довольно прочный, твердый прям. Он остается, он не крутится, когда работает шуруповерт, остается неподвижным. А вот трос внутри, он уже крутится. Ну и давайте сейчас попробую его испытать. Так, вот здесь я еще не сделал откосы. Тут голое дерево, доска. Вот здесь сюда и буду крутить. Понятно, здесь можно обычным шуруповертом закрутить. Но я сейчас на данный момент не нашел место, где труднодоступное место. Поэтому давайте представим, что здесь труднодоступное место. Я даже так вот буду под углом держать и пробовать закручивать. Так, для начала я возьму вот пресс-шайбу. Попробуем пресс-шайбу закрутить. Честно говоря, я первый раз это делаю. Я не знаю даже как это все получится у меня или нет. Как оно будет работать. Так, вот так я придерживаю. И начинаю крутить. Так, есть. Отлично, закрутило нормально. Видите, я под углом 90 градусов держал и оно закрутило. Теперь давайте попробуем выкрутить. Так, отлично. Давайте попробуем. Вот я саморез по дереву приготовил 70 миллиметров. Закрутит он или нет. Так, попробуем. Так, отлично зашло. Нормально. Немножко, когда туго идет, немножко выкручивается этот самый, вот этот сам вал. Вот. И поэтому нужно аккуратно следить за то, чтобы он не выкрутился. Потому что там тросик просто-напросто. В принципе, я сейчас об этом расскажу. Когда досверлю, я расскажу, что нужно сделать, чтобы не поломать его. Сейчас я поставлю переходник. И мы попробуем закрутить кровельный саморез. Вот у меня, я нашел один. Так, все, кровельный саморез закрутился. Отлично. Откручиваем. Отлично. Работает. Ну, я думаю, испытание прошло. Все работает. Видите? Под углом он крутился. Нормально. Так. Ну, и вот еще, что хотел сказать. Когда большая нагрузка, то есть туго идет саморез, там трос. Там трос сделай. Ну, там много жил. Металлических. Ну, как обычный трос. Вот. И он, когда сильная большая нагрузка, трос просто перекручивается. И чем сильнее он перекручивается, тем, ну, большая вероятность того, что он переломается просто-напросто. Поэтому, если туго идет, лучше не мучить его. И попытаться закрутить как-то другим способом. Потому что просто-напросто трос порвется. Ну, это такой механизм. Тут ничего не поделаешь. По-другому никак бы не сделали этот механизм без троса. Ну, и нагрузку, конечно, он сильную, большую не выдержит. Поэтому насчет этого будьте аккуратны. Вот. И этот инструмент послужит вам долго. Ну, и если видео вам было полезным, тогда обязательно ставьте палец вверх. Подписывайтесь на мой канал. И смотрите другие мои видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok